Ну а у нас в Украине совершенно другой, конечно, праздник сегодня. У нас сегодня праздник день освобождения Андреевки. Столько уже месяцев мы слышали в военных сводках слова Андреевка, Клещеевка. Это два ключевых села на Донецком фронте, на Бахмутском направлении, южнее Бахмута. И сегодня, наконец, украинские войска полностью освободили Андреевку. Андреевка, как я уже сказал, южнее Бахмута. То есть цель окружить российскую группировку в Бахмуте и полностью ее уничтожить. Ну, благо Чувакова уже свалил. Некоторые полетели на небеса, некоторые полетели отдыхать в Магадан. И поэтому уничтожать там будут уже регулярные российские части. Наши войска будут уничтожать регулярные российские части. А пока нашим удалось сделать все это в минимальном объеме, в таком, как сказать, модели, что ли, в Андреевке. Третья общевойсковая штурмовая бригада сообщила подробности того, как она освобождала Андреевку. И в этих подробностях есть слово «разбит в дребезги». Враг. Гарнизон в Андреевке окружен и разбит в дребезги. А взятие и удержание национального пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута. 72-я ОБМСРББ Российской Федерации. В общем, какая-то срань Российской Федерации. Видимо, воинская часть разбита в дребезги. Пишут воины третьей отдельной стурмовой бригады. В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток третья отдельная стурмовая бригада ликвидировала начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники. Ну, в общем, как сказать, что здесь радостно? То, что они не сбежали. Они не сбежали в этот раз. Россиянам не удалось уйти, не удалось в каком-то организованном порядке отступить из этой Андреевки. Просто все были уничтожены. Это на линии фронта. Теперь не только с линии фронта приходят новости. Британская разведка вчера сообщила, что корабль вот этот, большой десантный корабль Минск, уничтожен именно полностью нашей бомбардировкой. А на ремонт подводной лодки Ростов-на-Дону, которую мы разбомбили на этой неделе в Севастополе, уйдут годы, согласно данным британской разведке. Тоже приятно. Но оказалось, что это не все наши успехи на море. Наши военно-морские силы доложили, что за последние двое суток они атаковали еще три. Ну, как сказать. Наши доложили про два атакованных российских корабля, атакованных надводными дронами. И еще про плюс один доложили россияне. Наши сообщили про нападение на корабль, который называется Котов. Правда, россияне сказали, что Котов отбил атаку, но это же мы не видели. Мы, скорее всего, тут должны верить скорее нашим на корабль Котов. Сами россияне при этом сообщили, что наши войска, наши военно-морские силы, кстати, я не знаю, это военно-морские силы или это силы спецоперации, как называется, те, кто управляет нашими надводными дронами, атаковали ракетоноситель Самум, который называется Самум. Самум – это один из кораблей, который обстреливает ракетами мирные города Украины. И вот он был атакован, наконец-то, нашими надводными дронами. Мы не знаем, чем закончилась эта атака, потому что это сообщение было не из украинских, а из российских источников. Тем не менее, мы продолжаем бить врага, как видите, на суше. Мы продолжаем бить врага на море. Когда человек, наш враг из моря выбирается на сушу, подводная лодка берется, выбирается, прям классика, подводная лодка в степях Украины. То есть она стоит в Севастополе на земле. То мы уничтожаем и такого врага. Остался воздух. Но и по воздуху пришли хорошие новости. Вот сегодня стало известно, что в Техасе наши летчики приступили к обучению английскому языку, специализированному английскому для управления F-16. Там какая-то терминология, видимо, специальная. В октябре они уже переходят на обучение управления этими самолетами. И пришла новость, что в декабре первые летчики вернутся с обучения, и уже, видимо, к нам прилетят F-16. И тогда мы будем бить врага еще и. Редактор субтитров А.Семкин